Всю свою жизнь я делал, мечтал и делал свою карьеру, получал образование музыкальное. Всегда думал, что моя жизнь будет связана с музыкой. Но всю жизнь сама расставила на свои места. И вот уже много-много лет, уже более 18 лет я работаю в модной индустрии, музыка просто стала в моей жизни хобби, а дизайн и творчество, наоборот, стало моей профессией. А может быть, это и есть моя музыка. Я делаю то, что люблю, я безумно люблю свою работу, люблю свое дело. И я сегодня очень рад, что то, что производится в моем модном доме, имеет лейбл, или по-русски скажу этикет, сделан в России, сделан руками русских людей. Но это достойно, это качественно, это все соответствует всем международным стандартам. У меня действительно высокая мода. Изначально я был дизайнером именно для меха, и три года назад, когда мы сделали, запустили уже бренд Игорь Гуляев, сегодня мой модный дом опускает линии вечерней одежды. Мы делаем casual, мы делаем летнее платье, мы делаем коллекцию для детей. Это вообще отдельная история. Очень рад и, наверное, еще раз повторюсь, горжусь тем, что мы делаем то же самое, что мы делаем для взрослых, только в маленьких размерах. Это очень интересно, это очень трудоемко, но все-таки у нас получается, и мы стараемся быть лучшими. Идею создания детской коллекции мне предложил самый главный магазин нашей страны – детская галерея Якиманка. Когда мы снимали первую рекламную кампанию, это настолько трогательно, потому что дети, они не умеют врать, они не умеют лгать, они настоящие. И эти девчонки, мальчишки, которым 3-4 года, 5 лет, подбегают, залезают на шею, кричат, визжат, и они, одевая одежду, они понимают это как игрушку, как какую-то вещь такую, не как взрослую. Взрослый человек одевает и понимает, это немножко неправильно сидит, это не мое, это в объеме, это в рукавах, это где-то комфортно, некомфортно. Ребенок говорит искренне и по-настоящему. Мама, папа, мне нравится. Конечно, это очень трогательно, и мне сегодня прямо цепляет. Я когда делаю детские коллекции, балдею, всегда говорю, я сам папа, уже взрослый сын, я всегда говорю, когда выходит очередная моя детская коллекция, я опять хочу детей. Могу сказать, что очень хорошо отношусь к многим, и сегодня, за эти годы, есть колоссальное изменение, потому что происходят большие перемены, происходят реальные перемены. Возможно, даже, что приход кризиса мирового помог нам, русским дизайнерам, российским дизайнерам, дать возможность и обратить на себя внимание, в первую очередь, потому что многие ведущие мировые бренды с приходом кризиса слегка присели. И поэтому на этом фоне те люди, которые делают серьезные коллекции, броски, они еще ярче стали выделяться. Я говорю о тех марках, которые делают серийную одежду, которые в основном не макс маркет, но более востребованы, независимо от региона, независимо от национальности. Сегодня очень много талантливых людей. Повторюсь, и я говорю это очень часто, у моды нет национальности, у моды нет каких-то границ. Неважно, где ты родился, в ауле, в деревне, в колхозе, в городе, в мегаполисе, в Нью-Йорке, в Москве. Если ты талантлив, это я говорю для молодых девчонок, ребят, которые сегодня учатся, помните, у моды нет никаких границ. Рано или поздно вас заметят, рано или поздно захотят носить вашу одежду, захотят сказать браво вашему творчеству. И сегодня, зная многих дизайнеров лично, мировых дизайнеров, я могу сказать, во всех домах моды, практически во всех домах сегодня работают выходцы из нашей страны. И это молодые люди, девушки, которые приезжают и работают в бренде. Любая компания европейская, она заточена на Россию, потому что основной рынок сбыта – это все русские, потому что наши женщины сами по себе красивые, они любят красиво одеваться. И, к счастью, мы мужчины очень любим баловать. И мне очень приятно, что русские бренды стали выделяться. Мне очень приятно, что мой бренд был приглашен. Я уже второй год делаю коллекции, меховые коллекции для дома, французского дома «Гиля Рош». Буквально на днях мы запускаем рекламную кампанию, которая уже отснята, которая готова, которая уже согласована. Уже готово несколько изделий, которые будут представлены в феврале, 25 февраля в Гонконге на неделе меховой моды. Короче говоря, мы готовимся к миланской неделе моды. Все в трудах, не хватает времени, но я очень рад и горжусь, что у нас все получается. Летнюю коллекцию, которую мы сейчас представили «Затаив дыхание», она у нас очень коммерческая. Мне приятно, что это действительно первый серьезный опыт уже лета. У меня в коллекции нет мехов, есть какие-то отделки, пальто на каких-то легких деталях. Но это настоящая летняя коллекция. То, в чем могут появляться девушки на пляже, в ресторанах, кафе, на улице, мегаполиса, любого простого города. Это все женственно, сексуально и красиво. Действительно, мой коллектив работает уже как роботы. Мы постоянно в таком серьезном творческом процессе. А вдохновение приходит само по себе. Я тоже раньше об этом не задумывался. Но, знаете, когда приезжаю к себе на работу в модный дом, не каждый день такое состояние. Но бывает, что-то включается. И моя команда всегда говорит, все, босса понесло, его не трогаем. Я делаю наброски, делаю какие-то эскизы. Беру манекенов, беру модель. Когда у меня есть какое-то количество... Я, в первую очередь, конечно, всегда думаю о тканях и о том материале, из которого я буду это делать. Когда у меня все уже это есть, все. Мне нужно только вот это состояние вдохновения. И всегда передо мной есть та женщина, та леди, на которую я, в принципе, проецирую, наверное, это. Женщина, у которой есть класс, у которой есть вкус. И поэтому моя вся одежда, все, что я делаю, всегда очень-очень приличная. В тренде как раз-таки 50-е, 40-е годы. Это то, что мне близко. И мне это сегодня очень легко дается, потому что мне всегда нравилась красивая талия. Мне всегда нравилась женственность. Мы работаем. И я благодарен судьбе, благодарен ангелу-хранителю и всем тем, всей своей команде, и всем тем людям, которые меня окружают, что мы делаем одно дело. И я очень рад, что мой бренд один из самых достойных в нашей России. Я, конечно же, этим горжусь. И всем желаю заниматься любимым делом. Никогда не старайтесь смотреть на кого-то. Пытайтесь искать себя и делать то, что является криком вашей души. Это видно. Настоящих людей любят. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!